всем привет с вами алекс мы продолжаем изучать python на сайте python tutor занятия 9 тема двумерные массивы задача побочная диагональ дано число n создайте массив размером n на n заполните его следующими цифрами диагональ должна принять значение равное единице числа выше диагонали должны принять значение равное нулю и нижней диагонали принять значение равны двум окей да побочная диагональ что важно как будем эту задачу решать сначала давайте разберемся как должно выглядеть решение здесь вот есть квадратная матрица она квадратная это обман зрения потому что индексы записанная ящейка у индексов длиннее чем выше поэтому она вытянута ширину на самом деле она квадратная 3 на 3 чтобы заполнить элементами побочную диагональ нужно просуммировать элементы индексы элементов то есть смотрите элементы лежащие на диагонали 0 2 1 1 и 2 0 дают сумму индексов равные единиц и равные двойки вот поэтому можем индексы равные двойки заполнить единицами если у нас индексы элементов которые находятся под главной диагональю они больше некоторых числа например двойки у нас получается нижняя часть вот это теперь как найти число которое будет являться суммой главной диагонали это n минус 1 1 n это длина стороны диагонали тесно мы с этим числом и равняем давайте посмотрим как это реализовать ну перво-наперво сдаем n после чего заводим массив как это делается мы знаем из примеров разработчиков там еще в теории задание генераторов было берем оттуда пример и задаем массив сразу заполняем его нулями и мы уже решили часть задачи заполнили нулями верхнюю часть диагонали после чего но в циклах запускаем и g и перебираем элементы опять же возвращаемся если у нас элемент лежит на главной диагонали то у него будет одинаковая сумма в этих индексов проверяем если сумма индексов и g тоже действительно равна n минус 1 мы приравним этот элемент единицы если же сумма индексов больше чем n минус 1 то назовем его двойки все мы заполнили весь массив теперь осталось его вывести когда так так давайте посмотрим решение разработчиков здесь не перебирают элементы так интересное решение здесь все это свернули записали один генератор ничего себе круто похоже решение так как-то так задачка довольно интересная есть на чем подумать я надеюсь этот разбор был полезен для вас жмите пальцы вверх жмите пальцы вниз оставляйте сообщения с вопросами что не понравилось и давайте обратная связь так и смогу улучшать свои видео спасибо за просмотр пока